Ну что, Валентина, не откатай ли нам с тобой парочку побочных миссий? Побочных? Ты сначала обязательные откатай. Сегодня, после долгого перерыва, пройдем все сюжетные миссии, большую часть дополнительных и узнаем, смогу ли я вывести 10 кербалов с Евы. Спойлер – нет. Я сначала собрал почти всю науку, а миссии оставил на потом. Имея в руках все научное дерево, пришло время пройти миссии максимально кринжовым образом. Начнем с полета к Мунной Арке. Вот скажи, Валентина, как правильно лететь на Муну? Как учили. Нужно выйти сначала на низкую опорную орбиту, потом на орбиту Перехода, потом на орбиту Муны, а потом выполнить торможение. А вот Вернер фон Керман, кстати, где он, говорил, надо хорошенько прицелиться в Муну и нажать на большую красную кнопку. А как при этом затормозить для посадки? Он не рассказал? Он говорил, посадки не его тема, при этом ругался по-немецки. С маркером на карте и запасом дельты выполнить точную посадку довольно просто, особенно на безатмосферных объектах. Как и большинство геймдизайнерских решений в КСП 2, маркеры эти в игру нормально не интегрированы. Появляются волшебным образом без каких-либо научных исследований. Самому такой же маркер на произвольных координатах поставить нельзя. Даже поставленный игрой маркер нельзя взять в прицел, чтобы удобнее было держать на него курс. Мунная арка обследована. В ЦУПе можно прочитать что-то о следах неизвестной цивилизации, если, конечно, не лень будет пролистывать натужно вымученные шуточки про кофе. Сюжет в игру тоже встроен без огонька. Просто стена текста, которую нужно прощелкивать мышью. То, что отлично работало в легенде Керандии в 93-м году, для современной игры от крупного издателя выглядит жалко. Посмотрите хотя бы на XCOM 2012 года. Важные для игры места, например, встречу с новыми пришельцами, прямо во время игрового цикла озвучивает научная сотрудница. Новые технологии или повороты сюжета подкрепляют и заготовленными роликами, и сценами на движке игры. Нам дают почувствовать значимость наших действий в игровом мире. А это важно для погружения в игру. Ладно, следующая задача – подлететь к Минмусу и обнаружить загадочный сигнал с него. Очевидно, что сигнал будет идти от очередного монумента. Бюджетная задача для стажеров в больших очках. Кстати, побочная миссия – взлететь на аппарате с колесами. Как видите, задача выполнена с блеском. Вот так у вас и игра сделана. Критерий «проехать 10 метров» для КСП-2 слишком сложен. Сигнал обнаружен, монумент обследован, миссия засчитана. Но еще не время отправлять стажера домой. Для него есть дополнительное задание – выход на кеостационарную орбиту. Тот, кто ставил эту задачу, видимо, не отличает кеосинхронную орбиту от кеостационарной. Потому что требований к наклонению орбиты игра не предъявляет и засчитает любую круговую орбиту с периодом около кербинских суток. Наш мясной спутник висит примерно над одним меридианом, только болтается на несколько градусов с севера на юг. А вернуться домой стажеру поможет проверенная временем спасательная станция. «Земля, а парашюты исправили, правда?» «Разработчики написали, что это одно из приоритетных направлений работы». «А давно написали?» «В декабре». «А сейчас апрель, так, наверное, уже пофиксили». «Земля, не молчи». «Земля». «Стажер, группируйся, группируйся!» Входим в воду на 240 метрах в секунду, то есть примерно на крейсерской скорости Боинга. К счастью для стажера и к несчастью для реализма, вода в игре очень мягкая. «А для перелета между континентами?» «Фон Керман что-то придумал?» «Есть какой-то чертеж с подписью от руки «Год штрафа Эргланд». Подойдет?» «На небесных телах с атмосферой точную посадку с орбиты выполнить труднее. Даже если иметь большой запас дельты и ответственно пикировать на цель, как «Орел», неплохо иметь в последней ступени вездеход или самолет, который и выполнит точное сближение с целью. Пролететь на самолете весь путь – сомнительное удовольствие, из-за отсутствия в игре какого-либо автопилота. Для справки, первый автомат крена и курса применили в 1912 году. По-моему, спустя 112 лет можно и в компьютерную игру приделать. «Центр, а куда я должен лететь? Тут темноек у дяди Тома в хижине!» «Карри сказала, должна быть скала, похожая на Капибару». «Она сама на Капибару похожа!» «Дождусь утра, посмотрим, что за скала. Вроде я её тронул, должны засчитать посадку». «Нам заказали посадить на минус 200 тонн». «Мамку твою посадим!» «Очередная дополнительная миссия – посадить аппарат массой 200 тонн на минус». Задача упрощается тем, что речь идёт об общей массе аппарата, а не о его полезной нагрузке. Каждый двигатель типа «Мамонт» весит 15 тонн. Пять «Мамонтов» с запасом топлива, и задача уже почти в кармане. Следующий сигнал ведёт нас на дюну. У неё есть атмосфера, поэтому точность посадки будет плюс-минус трамвайная остановка. Чтобы исследовать монумент и вернуть кербонавта домой, понадобится дюноход и отдельный взлётный модуль. Взлётный модуль приземляется неподалёку от монумента. «Джеб» на вездеходе пребывает вторым рейсом. Несмотря на идеально выполненную посадку и широкую колёсную базу, вездеход чуть было не перевернулся. В низкой гравитации колёсная техника в игре ведёт себя отвратительно. Физический движок либо категорически не подходит для такой игры, либо разработчики не умеют им пользоваться. Глядя, как колбасит планетоход, невозможно понять, какие силы действуют на него в данный момент, что заставляет его крутиться вокруг своей оси. До монумента Джеб кое-как добрался. По дороге от монумента к взлётному модулю вездеход опять перевернулся. И проще уже было дойти до цели пешком, чем ехать с такой конченной физикой. Слушай, Джеб, а зачем тебя вообще домой возвращать? Что значит «зачем»? Я ценный кадр, герой космической программы. А чем ты ценный? Скиллы у тебя не качаются, кербонавты бесконечные и бесплатные, репутация не падает. Даже в условиях миссии не сказано вернуть Джеба домой. Валя, что за нигилизм, не пугай меня. Всё, никуда не полечу больше, отправляйте курсантов. На обратном пути Джеб пытается сесть возле очередной достопримечательности кербина. Я даже не поленился опять воткнуть спичку в клавиатуру и добежать до базальтовых столбов. Но миссию так не засчитают, потому что для неё обязательно иметь посадочный модуль. В чём логика такого требования и какой геймплей оно даёт, мне непонятно. Позднее эту задачу я выполнил снова с помощью самолётика, доставленного баллистической ракетой. Кербальский штурм дюны продолжается. Новая побочная миссия. Посадить на дюну 300 тонн. Параллельная к побочной. Посадить на Айк экипаж из трёх кербалов. И правда, Валь, где старина Вернер? Только мы с тобой, Билл и Боб, остались из первого отряда. И кто все эти новые люди? Кто такой Фон Керман, я знаю. И кто такой Джин Керман, тоже знаю. А что за карий нам задачи ставит, не пойму. Тут надо заметить, что пока я пороздил небесную твердь в научном режиме, производительность игры падала с каждым полётом. Разработчики на эту тему традиционно врут. Они признают, что производительность по ходу игры падает. Но, по их словам, от этого помогает перезапуск. Это, конечно, не так. Ресурсы утекают, и спустя несколько месяцев игры под одним сейвом, даже самые простые полёты выполнялись с громким скрипом. Я не выдержал, начал новую кампанию, а необходимые данные из старой, открытой технологии, пройденные миссии, скопировал в текстовом редакторе. Игра стала работать значительно лучше. И вот с таким подходом к разработке мы увидим колонии, межзвёздные полёты и мультиплеер. Дополнительная задача – пролёт Евы. Ну, это просто. Теперь открывается миссия, которая задержала выход этого видео на несколько недель. Under Pressure. Задача – посадить на Еву аппарат с 10 юкербалами и вернуть их домой. Я думаю, все в курсе сложности взлёта с Евы. Атмосфера в пять раз плотнее, чем на кербине, что очень сильно снижает тягу большинства двигателей, а гравитация в 1.7G ещё сильнее просаживает ТВР. При этом на поверхность ещё нужно как-то попасть с большой скорости и через плотную атмосферу. Поэтому опять непонятна логика того, кто ставил такую цель. Взлететь с Евы вообще нетривиальная задача. И так самое сложное в игре. Зачем дополнительно усложнять её требованием тащить с собой 10 гербалов? Собственно, построить аппарат для взлёта с Евы реально. Нужна большая вязанка с 8000 дельта В. Пользоваться нужно двигателями ДАРТ. Они дают приличную тягу в плотной атмосфере. Но таких двигателей нужно несколько десятков. Даже больше, чем в советской лунной ракете Н1 или в Starship Super Heavy. Для экономии топлива вязанку нужно собрать по схеме спаржа. Проблема в том, что с таким количеством двигателей ФПС падает ниже плинтуса. А ещё посадить такую дуру у меня не получалось вообще. Все аппараты ломались при касании с поверхностью, несмотря на допустимую скорость. Одно только складывание десятков парашютов подвешивает игру на несколько секунд. Так что я пытался пройти миссию пару недель, причём большая часть прошла в ожидании. Пока загрузится новая попытка. Пока аппарат долетит до поверхности. Ой, нога сломалась. Пересобрать, загрузить снова. После чего я понял, что так я видос никогда не закончу. Дорогие разработчики, я сдаюсь. Вы меня победили. Я не прошёл вашу сл**ную миссию в вашей т**ной игре. Поехали дальше. Кратер на Джилле и северная полярная дырка на Моху. Я там уже был, но игре это неинтересно. Как и в первом сезоне, полечу к Моху на ионных двигателях. Их с тех пор понерфили и снизили им тягу в 10 раз. Это всё равно в тысячи раз больше, чем у настоящих ионных движков. Поскольку мы приближаемся к Солнцу, гигантские солнечные панели дают достаточное электричество. А с Джилле на ионных двигателях можно даже взлететь. Гравитация в пять тысячных же позволяет. Запаса ксенона хватает для перехода к Моху и торможения. А для посадки на северном полюсе переключаюсь уже на химический двигатель. Попасть в Моходырку значительно проще, когда она отмечена на карте, и её не приходится высматривать на постепенно прогружающихся текстурах. К сожалению, топлива чуть-чуть не хватило, чтобы рассмотреть упомянутый в следующей миссии круассан. Пришло время заключительной миссии из основной серии. Монумент на Тайлу. В первом сезоне я уже натыкался на него случайно. Багов и тормозов с тех пор в игре стало чуть меньше, и экспедиция добралась до Тайлу без проблем и с хорошим запасом дельты. Это как бы кульминационный момент в сюжете. Мы открыли последний монумент, который прямым текстом пригласил нас к другой звезде. Как игра подчеркивает важность этого события? Да никак. Нужно вернуться на космодром, зайти в специальный домик, сдать миссию и пролистать очередной вымученный монолог. Земля в фотке монумента отправили. Вопрос, когда эвакуация? Монумент страшный и смотрит прямо в душу. Принято. Мы уже всем объявили, что вы стали героями. Так поняли? Приём. Понял вас, Земля, а эвакуация-то когда? А вы бандерольку вскрыли? Приём. Так точно. Красные рубашки с логотипом Стартрека, самурайские мечи, религиозная литература. С эвакуацией-то что? Приём. Земля. Приём. Кстати, в первой КСП тоже была нереализованная идея с секретиками. Авторы предполагали добавить секретную планету. До конца эту задумку не довели, и о ней напоминает только запись Дюны. Звуковой сигнал, который можно было конвертировать в изображение. Повторюсь, если говорить о поисках следов древних цивилизаций, обязательно нужно поиграть в игру Outer Wilds. Если играли в оригинал, к ней есть дополнение Echoes of the Eye. Нельзя смотреть по ней никакие видосы и ничего читать, будут сплошные спойлеры. Самая главная часть игры происходит в голове игрока. Ну, вернёмся к нашим кербалам. Ещё одна миссия оказалась для меня невыполнимой – изучить атмосферу Джула. Всё дело в том, что данные из его атмосферы я уже передал, и повторная игра их передать не даёт, а старая не засчитывает. В результате для меня не откроются миссии в системе Джула, например, на Лейте и Поле. Но поскольку газовому гиганту и его спутникам я уже посвятил получасовое видео, потеря невелика. Три последние миссии на Дресс и Илу выполняю за один полёт. Есть информация, что для последней миссии мне понадобится вездеход, поэтому приделаю к посадочному аппарату колёсики. По-моему, это самый прекрасный ровер, который я когда-либо делал. Жаль, не догадался сделать его одноколёсным, было бы ещё шикарнее. Сначала втыкаем флаг в Око Дресс. Научный отчёт пишет, что само Око может быть ударным кратером. От того же удара появилось и кольцо на орбите, и хребет по экватору. И, наконец, летим на Илу. Одна миссия засчитывается просто за пролёт. Для выполнения второй нужно прокатиться на вездеходе по леднику, похожему на застывшую волну. Тронул ледник колёсами – засчитали. У этого аппарата даже есть запас хода для полёта домой и термощит. На этом я закрываю второй сезон PROC SP2. Стабильность и производительность игры за последний год выросли, но в ней по-прежнему нет ни одной системы, которая работала бы без нареканий. Научный режим ещё раз показал, что большую часть времени, прошедшего с анонса разработки, над игрой никто не работал, потому что все решения от интерфейса до игрового процесса выглядят крайне поспешными и поверхностными. Вот скажите, например, зачем нужен трекер миссий в основном интерфейсе? Почему нельзя в любой момент видеть прогресс по всем миссиям, как в первой части? Непонятно, чем занимаются разработчики сейчас, потому что лежащие на поверхности баги и недостатки не фиксятся месяцами. По-прежнему рекомендую не покупать игру и не поддерживать бракоделов. Всем, кого заинтересовали мои видосы, хочу сказать следующее. Когда в КСП 2 заявили мультиплеер, разгорелись жаркие дискуссии о том, каким он должен быть. Тяжело представить себе мультиплеер в игре, которая не играется без произвольного ускорения времени. Для меня мультиплеер уже появился. Это возможность поиграть в игру вместе с вами, поделиться наблюдениями, показать свои идеи и вместе позубоскарить над недостатками. Спасибо вам за игру! Регулярных выпусков до следующего крупного обновления обещать не могу. В планах у меня еще один небольшой обзорный ролик по игре Juno New Origins. После этого, если позволит аппаратура, для общения с аудиторией попробую провести стрим. Замысел такой, я пару часов полетаю в Microsoft Flight Simulator над Германией, а походу мы сможем пообщаться в чатике на легкие и отвлеченные темы. Компьютерные игры, КСП, Шестая Цива, Арма, Жизнь в Германии, Туризм. Точные даты пока назвать не могу, поэтому если такой формат вам интересен, поставьте, прости господи, колокольчик, чтобы получить уведомления. А потом не забудьте снять его обратно. Продолжение следует...